Всем привет, меня зовут Александр Воронцов, сегодня мы будем делать разбор песни Open Your Eyes группы Guan Apes. Итак, первый риф. По сути дела тут все одинаково, сейчас мы разберем это по нотам. Начинаем по открытой четвертой струне нота ми. Потом переходим на третью струну, ставим на втором ладу нота си. Но, ре и ми. По гамме ми минор. Надо обратить внимание на то, что здесь немножко неровная, нелинейная ритмика. Выходим на ноту си позже первой доли. Вот доля. То есть, таким немножко запозданием. Из-за этого получается вот такой эффект немножко рваности, такой кочевости. Такие штуки очень часто используются вообще в альтернативной музыке, в альтернативном роке, в металле. Часто к нам это используют. То есть, поработайте под метроном, если должно получиться. Сейчас я попробую под счет сыграть. Раз, два, три, четыре. И теперь еще помедленнее. Все готово. Ничего сложного здесь нет. Просто немножко позаниматься и все получится. Но для красоты, чтобы еще так было жирнее и сочнее, можно эти ноты немножко прокачать. Сделать такой вибрато. Это делается путем того, что мы двигаем струну пальцем поперек гриба. Совсем чуть-чуть. Конечно, важно, чтобы у вас бас был правильно отстроен. Чтобы струны были достаточно низко. Иначе будет это делать очень тяжело. Можно для удобства, если еще пальцы не окрепли, можно делать это несколькими пальцами. Я двумя пальцами делаю. Можно хоть семь четырьмя. Ну вот, собственно, вот так вот. Сейчас. Спасибо. Спасибо. В общем, чудо... hammer pick the hard going effect. об п Итак, значит, здесь используется прием слэп. Объяснять детально в этом разборе я не буду, как это делать. Вы для этого можете посмотреть отдельный урок. Значит, теперь, что здесь происходит. Также все это начинается по открытой четвертой струне. Это мини. Сначала она играется открыто. Потом два раза заглушены. Потом следующий элемент. Подцеп. Вторая струна. Второй лад и третий. Камера. Сумеется, получается так. И возвращаемся опять к тому, с чего начали. Опять слэп по четвертой струне открытый. И потом два мертвых удары. И заканчиваем ноте фа. Первый лад, четвертой струне. Все вместе получается так. Слэп. Мертвый. Процеп с камером. Слэп. Два мертвых. Слэп. Новичкам будет очень сложно делать это в оригинальном темпе, потому что в конце идет три быстрых слэповых удара. Это достаточно сложная техника. В оригинальном темпе должен быть вообще вот такой кажется. Это основная часть этого рифа. Таких три строчки играется. И последняя строчка немножко отличается от предыдущих. Она играется так. Слэп. Два мертвых звука. Подцеп с камером. Далее слэп по третьей струне. Второй, третий лад. С камером. Подцеп по открытой первой струне. Потом продолжаем по третьей струне. Третий, пятый лад. И подцеп по открытой первой струне. Сейчас вот такой элемент. Сильно заботится о глушении первой струны. Я считаю здесь не очень стоит. Это в принципе делает такой больше драйвовый такой грязный звук. А потом нужно ее заглушить. Когда мы выходим на начало этого отрезка, там уже надо, чтобы все звуки были заглушены. И так все вместе. Посмотрим. В конце слэпового рифа делается переход на припев. Две ноты. Нота до. Третий лад третьей струны. И надо фа диез. Второй лад четвертой струны. То есть выглядит это так. Раз. Два. Три. Четыре. Выходим. То же самое риф, что мы делали во вступлении, это и есть припев. После второго припева там есть еще один кусок, который что-то типа бриджа, что-то типа контр-темы, не знаю как сказать. Проигрыш вообще. Играется он очень просто на одной ноте ми. Но там немножко хитрая ритмика. Играется две восьмые и потом восьмая пауру. И так постоянно. То есть в разрез так-то. Сделается так. То есть когда это будет играться вместе с другими инструментами, начинающие могут сбиться немножко. Потому что эта линия баса, она идет в разрез движению мелодии голоса и движению рифа в гитаре. И за счет этого получается очень такой интересный эффект. Но немножко позаниматься и увидите, что ничего от них сложного нет. И осталось совсем немного. Концовка песни. Играется на одной ноте ми. Выглядит так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова